А что вы делаете? Контрольная проверка. Глава города с инспекцией в котельной номер 3. Её котлы питают теплом почти 200 домов центрального района. Энергетики рапортуют. Ремонт и замена агрегатов здесь идёт полным ходом. Греть воду начнут точно по графику. Ремонтируется деэратор. Старый выбираем, деэратор новый, коллектора новый, запорную арматуру. Ревизия полностью всего газового оборудования. Этой зимой город обеспечит теплом с гарантией. По олимпийской программе в Сочи полностью реконструировали 15 котельных. 9 построены с нуля. Всего на курорте 70 муниципальных котельных. 60 из них уже готовы к отопительному сезону. Остальные должны успеть завершить пусконаладку оборудования к 1 сентября. Подметаем, убираем, чистим и подкрашиваем оборудование. Хорозии, чтобы не было, чтобы у всех была горяченькая вода. В преддверии отопительного сезона глава города проверяет котельные и теплотрассы. Их бесхозные участки, брошенные бывшими владельцами, головная боль мэрии. Трубы, за которыми никто не следит, со временем лопаются, кипятком заливают улицы. По этой причине, например, остались без горячей воды дома на улице Госпитальной. Люди обратились за помощью в администрацию. Трубы взял на баланс муниципалитет. Сейчас их восстанавливают за счет городского бюджета. Сдвинулось все с мертвой точки. Нам сейчас делают реконструкцию теплотрассы и обещают в течение недели дать нам воду. И горячую, и естественное тепло. Поэтому настроение, конечно, у нас повышенное. Но мы уже 90% всех сетей как бы восстановили. Остается еще 10%. Думаем, что еще немножко. И все сети будут с хозяином. Готовность курорта к зиме обсудили на совещании в администрации города. Особое внимание сейчас школам, детским садам, больницам и многоквартирным домам. Согласно отчетам глав районов, более 90% жилых зданий к зиме готовы. Остальные пока не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Все они находятся в обслуживании управляющих компаний. Проводить ревизию внутридомовых систем там не торопятся. Как только начинается отопительный сезон, у нас домов 40-50 всегда остаются без тепла. И давайте подключать к таким управляющим компаниям прокуратуру сразу же. Не тогда, когда люди без тепла остаются, а заранее. Глава города дал поручение решить вопрос по каждому дому индивидуально. Кроме того, будут организованы патрули добровольцев, которые проверят, как жилфон готовит к подаче тепла. Батареи в каждой квартире должны стать горячими уже 15 ноября. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.